Всем привет! Леонид Котвицкий. Сегодня у себя дома показываю видео, которое мне уже напомнили, когда же я его наконец-то сниму. Это про растяжку мышц после тренировки, после тяжелой работы и немножко, можно и перед тренировкой. Давайте для начала, что это, для чего это. Итак, наши мышцы после того, как мы долго работали или тренировались, особенно если большой вес какой-то поднимали, мышцы остаются довольно-таки долгое время сжатыми, сжатыми и в них нормально нету кровообращения. Кровь там двигается, но гораздо хуже, чем если бы мышца расслабилась и растянулась. Поэтому после тренировки нужно эти мышцы растягивать. Занимает это недолго, растяжка одной мышцы длится в среднем примерно минуту. Совершенно короткое действие. Естественно, не надо после каждой тренировки все мышцы растягивать, а только те, которые работали. То есть, это совсем недолгая вещь, но полезная для прогресса, для восстановления. Уменьшает боли в мышцах после тренировочные. Кстати, худею. Кстати, сдвинул свой организм в сторону похудения. Если кому интересно, то когда полностью досушусь, вот уже совсем уберу максимально бока, расскажу методику, как я свой организм, который года полтора-два на одном месте был и никак не худел, несмотря на всю жесткую диету, наконец-то сдвинул в сторону похудения. Я думаю, скоро за месяц, может полтора, уже будет у меня полностью все сухо здесь. Так, вот, мышцы нужно расслабить, чтобы они зря не болели и они быстро восстанавливались. Кроме того, если мышцы постоянно остаются в тонусе, а это хронически может накапливаться, это портит даже нашу фигуру. Например, часто качки вот так ходят. У многих качков есть вот такая ходьба. Почему? Это не связано с тем, что некоторые действительно строят там, ходят из себя, строят там качков. А у многих из-за грудных широчайших и еще нескольких мелких мышц, то есть мышц, которые много качаются, так, грудные и широчайшие, эти мышцы пронируют плечо, плечевую кость, и она остается со временем вот такая пронированная. И человек вот так ходит, как бы, даже машинально, не замечая. А к чему это приводит, если посмотреть сбоку? Это приводит к сутулости. Так, плечо выкручивается, за ним сгибается позвоночник и приводит к сутулости. И вроде бы отсюда человек вот такой, а если он постоянно вот такой скрюченный, то что ж тут хорошего? Из-за того, что тонус мышц остается, мышцы остаются зажатыми и не расслабляются. Поэтому их надо расслаблять. Давайте начнем с, ну, с каких мышц? Начнем с ног. Очень, очень любят стягиваться и хронически оставаться стянутыми бицепсы бедра. Это после различных тяг, подъемов. Они часто укороченными остаются такими, что вот здесь нога становится узенькой, так, а здесь вот такое грушевидное выпячивание. Растягивается просто, это, я думаю, знают все, но не все делают. После тренировки, после тяг наклоняемся с прямыми ногами и на 60 секунд, можно дольше, до двух минут, если сильно попахали. Вот в таком положении. Никаких рывков, никаких дерганий не происходит. Зафиксировались. И постепенно чувствуем, что мышцы расслабляются, и мы опускаемся, опускаемся ниже, ниже, ниже. Бицепсы бедра, ягодицы. Немножко поясница. Но для поясницы после становой тяги существует отдельное упражнение. Не только для после становой тяги, а и вообще упражнения после работы, когда напахался на огороде, накопался земли, там, натяпался и прочее. Очень хорошо вот так расслаблять спину. Так, ложимся. И вот так, немножко подпираемся руками. Таз фиксируем, а ноги прямые провисают. И тоже вот так зафиксировались на минуту, можно до двух минут. Где-то постепенно чувствуем, как ноги, ноги наши опускаются ниже. Вот. Если мы дальше загнемся, это будет уже растяжка грудного отдела. Если мы меньше загнемся, это будет растяжка поясницы. Если можем, можем себе вот так даже чуть руками помочь. Но не рывки делать, а просто немножко поддавить. И таким образом за минуту-две сами почувствуете, как хорошо расслабится ваша спина. Теперь продолжаем ноги. Растяжка. Растяжка. Квадрицепс. Так, вот этих мышц, которые попахали при приседании. Становимся вот так, берем ногу. Натягиваем ее. Упираемся коленом и оп, натянули. Натянули вперед. Таз, таз подтолкнули вперед. Натянули и почувствовали, как здесь натянулись мышцы, мышцы нашего передней поверхности бедра. Тоже минуту где-то так постояли, почувствовали, как оно расслабилось. Сделали то же самое и на другую ногу. Если мы сделали, если мы приседаем, у кого манера особенно вот так широко ставить ноги, как у пауэрлифтеров, то очень напрягаются эти внутренние мышцы. Их растяжка тоже проста. Ничего сложного. Садимся просто на шпагат. На поперечный шпагат. Но не садимся со всей силы, как можно ниже. Мы не для карате это делаем. Можем даже взять стульчик и сесть на какой-то стульчик. Просто, чтобы здесь мышцы натянулись. Или опереться руками. Или еще что-то. Но чтобы натянулись мышцы, и мы минуту вот так постояли, чтобы они расслабились. Нас не интересует какое-то глубокое проседание на шпагат. Переходим к мышцам корпуса и рук. Видите? Так. Сюда. Грудные мышцы, плечо. Вот плечо я растягиваю немного и перед тренировкой. Потому что мне не хватает гибкости в плечевом суставе, например, для жимов, для толчков. Но перед тренировкой и даже в процессе тренировки можно немножко подрастягиваться. Но это секунд 20. Не более. Почему? Потому что если мы сделаем длительную растяжку, длительную, и хорошо растянем мышцы перед тренировкой, мы не пожмем того, что мы собирались пожать. Мышцы очень расслабляются и они теряют силу. Понимаете? Поэтому перед тренировкой или во время только короткие растяжки. Так вот. Плечо довольно просто. Уперлись и прогнулись. И нажали туловище. Так. Плечо прогнулось. Так. Хорошенько натянулось. При этом растягиваются и грудные мышцы. Мы можем варьировать. Мы можем прямо взять. Мы можем в бок взять. Почувствовать разные мышцы, которые натянулись. Тут и грудные мышцы, и немножко дельта, и зубчатые мышцы растягиваются. Если так станем, немного растянется широчайшая. Хотя для широчайшей есть отдельная растяжка. Я предпочитаю растягивать одну руку, потом делать другую руку. Потому что если встать сразу на две, то это уже другая немножко растяжка. Вот становимся. И упираемся, подавливаем ногами. Это идет растяжка грудного отдела позвоночника. Причем в сторону выгиба. У многих после приседаний, после тяг, сутуливается спина. У гирвиков, например, это же долгое стояние при толчке вот в такой стойке. Тоже развивается сутулость и перегиб в грудном отделе. Поэтому используется растяжка в противоположную сторону, против сутулости. Если перед тренировкой чисто, чтобы растянуться, то это секунд 20. Если после тренировки, чтобы дать расслабиться мышцам и вернуться в нормальное стройное положение позвоночника, то это уже делается минута, а то и до двух. Крупные мышцы до двух минут. Мелкие мышцы хватает обычно минуты. Теперь грудные мышцы, чтобы хорошо растянуть. Это простейший способ. Либо становимся на кулачки, как минимум. Вот. И ложимся совсем грудью до земли. Ещё хорошо какие-то кубики взять, возвышение. Найти любое место, где наши руки растянутся. И мы легли. И грудные мышцы растянутся. Очень хорошо. И тоже это помогает нашей стройности. Теперь. Если надо растянуть пресс. На тренировке мы ложимся. После тренировки на станок для качки пресса или для гиперэкстензии. Так ложимся. И просто провисаем вниз. Чтобы пресс хорошенько растянулся. Пресс тоже, когда стягивается и остаётся в таком стянутом состоянии. Он тянет к низу грудную клетку. И повышает сутулость человека. Я уже делал про сутулость видео. Я там говорил про соотношение размеров мышц. Которое должно быть. Там психологические моменты. Это всё я рассказывал. Но тонус мышц. Это отдельное дело. Если пресс будет стягивать. Так он будет притягивать и будет сутулиться. Если вот эти мышцы, как я говорил, будем сутулиться. Поэтому грудные, широчайшие и так далее надо растягивать. Обходишь немножко. И снимаешь сюда. Туда. 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 А вот теперь растяжечка. Хорошая растяжечка для широчайшей мышцы. Находим за что взяться. Вот у меня есть домашний турничок. Здесь я подтягиваюсь. Периодически. Или так провисаем. Провисаем. И ооо. Расслабляемся. Пускаем туда туловище. И сами почувствуете, как хорошо широчайшая мышца растянется при этом. Очень сильно растягивается. И расслабляется. Перестаёт нас сжимать туда, куда нам не надо сжимать. Что ещё? Растяжка трицепса, например. Так. Сгибаем руку аж вот так. Чтобы максимальный угол был сгиба. Вот. И упираемся. И натягиваем. И натягиваемся вот так вниз. Растянулся трицепс. И обычно мышц рук мелких всяких таких не растягиваю. Но делается это так. Бицепс довольно слабо стягивается и слабо растягивается. Но тоже можно как вариант. Выгибаемся. Выгибаемся. Вытягиваем вперёд плечо. Потому что здесь тут сухожилие бицепса. Упираемся. Запястьем и... О! Вытянулись. Почувствовали как натянулся бицепс здесь. Плечо лучевая. Мышцы предплечья. Это отдельная тема. Вот. Как минимум вот так делаем. И растягиваем. Если наработались после огородов. Но... Всякие сгибатели. Они крепятся здесь. Вплоть до плечевой кости даже. Крепятся. Поэтому лучше сделать прямую руку. И прямую руку вот так вытянуть. Если хотим больше плечо лучевую. Значит делаем вот так в сторону. Если хотим больше сгибатель запястья. Делаем в эту сторону. Или в эту сторону. Прямую ладонь. И вот так у нас натягиваются мышцы предплечья. Минуту. Натянули. Почувствовали как расслабилось. Потянулось. Отдохнуло предплечье. Это если много наработался лопатой. Там мотейгой. Так. Особенно плоскорезом фокина. А то очень пальцы устают и в ладони. Да. Насчет пресса. Я говорил что ложимся в станок для гиперэкстензии. И провисаем. Если в домашних условиях. У нас там такого станка нет. Значит берем хотя бы стульчик. Какую-то подушку. И провисаем. Растягиваем пресс таким вот образом. Хорошенько. О. О. Растягиваем наш пресс. Чувствуем как нам здесь хорошо. Становится нашим мышцем. Растяжка. Голени я забыл. Так это относится к ногам. Берем какое-нибудь возвышение. Это может быть диск от штанги. Вот. Может быть какой-нибудь кубик доска. Что бы ни было наступаем на него. И вот так. Прогибаемся. Чувствуем как натянула голень. С прямой ногой. Потому что мышцы колени крепятся здесь. Разве кроме комбаловидной. Крепятся к бедренной кости. Что Юлианочка? Бусики? Бусики Юлианочка? Удень. Да. На. Все. Смотрите какая у меня. Красавица. Это Юлианка. Леонидовна. Да. Похожая. Ааа. Дай носик. Так. Хорошо. Эээ. Ты гуляй. Ага. Иди погуляй. Эээ. Еще покажу растяжку трапеции. Это довольно крупная и частая мышца. Значит. Заводим руку вот так. Натягиваем в одну сторону. А шею натягиваем в другую сторону. Так. Вернее шею тоже в ту же сторону. Только сверху. Голову поворачиваем. И чувствуем как здесь натянулась хорошенько трапеция. Так рука книзу. В сторону. И о. Растягивается с одной стороны. На другую сторону. Потом. Та же самая ситуация. Тоже после разных тяг. Или когда наработались. Наносились мешком. Тоже растягивается трапеция. Хорошо. И так далее. Я не буду рассказывать про все мышцы. Тем более что различные меленькие мышцы. Я их сам не рассказываю. Сделали их на тренировке упражнения. И 2-3 растяжки на те мышцы. Которые хорошо поработали. И наши мышцы расслабляются. Восстанавливаются. Палеев пишет. Что даже добавляет растяжка 10% результата. То есть если человек там приседает 200 кг. Тот который делает растяжки. Будет приседать 220. Ну не уверен я. Что это прям аж столько добавить. Но явно пользу приносит и добавляет. Поэтому. Успехом. Используйте эту вещь. И после тренировок. И после всяческой работы. И чувствуйте себя свободно. Не скованно. Уменьшится мышечная боль. Только приносит пользу. Чего вам и желаю. Всем пока.